Всем привет, на связи Нурван. Сегодня мы с вами будем обсуждать экологические законы, которые нужны для ЕГЭ. Вообще экология в ЕГЭ приходит в двух-трех заданиях в первой части, иногда даже может приходить в линии 3, то есть можно сказать 4 задания. Также экология приходит во второй части в линии 26, та самая страшная линия, которую все боятся и называют эвристикой. Для того, чтобы изучить экологические законы, нужно во-первых знать, а какие нам нужно изучить именно для ЕГЭ, потому что их бесконечное число. Но в рамках ЕГЭ нам достаточно 10 основных законов. Нужно знать формулировку закона, нужно знать в каком случае этот закон применяется, для каких организмов, и конечно же постараться знать несколько примеров из реальной жизни. Потому что ЕГЭ очень любит, допустим, в заданиях линии 20 или в заданиях на установление соответствия толкать какие-то примеры, и в этих примерах нужно определиться, какой закон здесь применяется. Некоторые законы общие вообще для всех организмов, а некоторые экологические законы какие-то частные применяются для конкретных групп организмов, допустим, там для животных, теплокровных животных. Теплокровные, это вот мы и птицы, которые тепленькие такие, да. В общем, сейчас по порядку каждый закон обсудим, все будет понятно, поэтому насчет этой темы вообще не переживайте. Поехали. Самый главный закон, закон оптимума, он означает, что любой экологический фактор имеет какие-то пределы, значения, при которых организму комфортно, то есть повышается жизнедеятельность организма. Давайте сначала разберемся с тем, а что такое вообще экология и что такое экологические факторы. Экология это наука, которая изучает взаимодействие какого-то организма или группы организмов с окружающей средой. Что такое окружающие среда? Это либо другие виды организмов, либо какие-то неживые факторы, ну или факторы, идущие от человека, антропогенные мы их называем. Окей, с этим разобрались. А что такое экологический фактор? Это что-то, что воздействует на организм. Это может быть какой-нибудь хищник, который на вас воздействует, пытается вас съесть. Это может быть паразит, который пытается жить за счет вас. Это может быть температура, давление, влажность, солнечный свет и так далее. Экологические факторы принято разделять на три команды. Биотические, то есть факторы живого, то есть когда на вас живые организмы воздействуют, хищники, паразиты, конкуренты. А биотические, то есть факторы неживого, это температура, свет, вода, влажность, можно сказать, давление и так далее. И антропогенные факторы, идущие от деятельности человека. Допустим, человек построил какой-нибудь завод, фабрику и выделяем ее всякие вот эти, копоть, смолы, газы, в общем вся вот эта мешанина химическая может как-то воздействовать на живые организмы. Или допустим антропогенный фактор это вырубка лесов, осушение болот и так далее. Так вот, неважно о каком факторе мы говорим, у любого фактора есть некое значение, при котором организмам комфортно существовать. И, значит, вот эта зона, в пределах которой мы выделяем значение данного фактора, называется зона оптимума. Оптимум, это значит, что организму не просто комфортно, так он еще и может размножаться активно. Но, в принципе, когда речь идет про какой-то фактор, допустим, возьмем температуру, вот я сюда напишу букву Т, означающую температуру. Допустим, измеряем ее в градусах по Цельсию. И вот в случае человека, я с головы придумаю цифры, допустим, человеку комфортно при температуре, ну, условно, там, от 18 градусов по Цельсию до 25. Это идеальная температура для человека. Температура окружающей среды. Но это же не значит, что только при такой температуре человек может жить. Это оптимальная температура. А жить человек может, ну, допустим, там, от 10 градусов до 35. Это я с головы выдумал цифры. Ниже 10 градусов, слишком холодный, человек рискует умереть, отморозится. Выше 35, слишком жарко, человек рискует там тоже или воду потерять из-за испарения, или там белки будут денатурируйтесь. Человек сильно-сильно перегреется. Опять же, я это все с головы выдумаю цифры. Реальные цифры совсем другие. Нам это не так важно. Главное понять вот этот график. И предел, при котором экологический фактор воздействует на организм, и организм в принципе может жить, называется предел выносливости, или предел толерантности. И внутри него мы уже выделяем зону оптимума, при котором организму, ну, вообще-то, комфортно. Кроме того, есть зоны угнетения. Это, скажем так, те значения экологического фактора, при которых жить можно, но размножаться тяжело. То есть жить можно, но худо-бедно как-то. Окей, все это и есть закон оптимума. Теперь закон Либиха, или закон ограничивающего фактора. В свое время он мне попался в ЕГЭ 22-м году. В задании номер 24, который с картинкой. О чем этот закон? Значит, наиболее значимый тот фактор для организма, который сильнее всего отклоняется от оптимума. То есть фактор, значение которого приближается вот к этой критической точке, за пределами которой уже наступает смерть. Приведу вам реальный пример. Например, допустим, у вас где-нибудь на грядке растет помидор. Помидор растет на почве, и, допустим, для жизни помидора нужен калий и фосфор. Калия 50% от оптимума, а кальция всего 25%. То есть, видите, калия вроде как недостаточно, но пока жить можно. А кальция, ну, совсем мало. Так, я калий и кальций же сказал, да? Еще раз. Калия 50% запишу, чтобы не запутаться. А кальция, допустим, 25% от оптимума. Сразу в глаза бросается, что кальций недостаточно, как будто бы. Поэтому кальций будет наиболее важным фактором для роста томатов. Если вы хотите повысить урожайность томатов, сначала разберитесь с кальцием. Я очень люблю пример с цепочкой. Представьте себе такую цепь, самую обычную, которую, ну, там, не знаю, собак привязывают к забору, или цепь, которой груз можно перетаскивать. Цепь состоит из таких звеньев, из колец металлических. И вопрос, чем определяется прочность цепи? Определяется она самым слабым звеном. Допустим, среди вот этой цепочки одно колечко, очень слабое, там, наполовину порванное. Поэтому, если цепь сильно потянуть, именно в этом колечке произойдет разрыв, цепь порвется. То есть, прочность определяется слабым звеном. Ну, или, допустим, у вас есть группа туристов, которые идут где-нибудь в горной местности. В эту группу туристов ходят мужчины, женщины разных возрастов, дети, старики и так далее. Кто-то физически активен, кто-то такой немощный, то есть, ему тяжело перемещаться, тем более вверх в гору. Вопрос, чем будет определяться скорость этой группы туристов? Определяется она будет скоростью самого медленного. Допустим, все двигаются со скоростью 20 мм в час, но какой-то человек отстает, его скорость 15 мм в час. Вот его скорость и есть тот самый лимитирующий фактор. Мы не можем сказать, что группа туристов движется со скоростью 20 мм в час, потому что среди них есть вот это слабое звено, которое двигается медленно. Поэтому все будет здесь определяться по слабому звену. И закон ограничивающего фактора принято изображать в виде такой бочки. Такая вот модель закона, бочка Либиха называется. В этой бочке имеются дощечки разной длины, которые образуют стенку бочки, ну и внутри бочки вода непосредственно. Вода это своего рода метафора, допустим, урожайности какого-то растения. А каждая дощечка это метафора какого-то экологического фактора, который напрямую влияет на урожайность. Это может быть температура, свет, наличие газов, кислорода, углекислогаза и всякие минеральные вещества почвы. Азот, фосфор, кальций, калий и так далее. И что мы видим? Самая короткая дощечка это фосфорная кислота. Дощечка с надписью фосфорная кислота. И как бы вы не пытались наливать воду в бочку, вода будет выливаться из-за вот этой короткой дощечки. Тогда мы говорим, что фосфорная кислота и есть тот самый ограничивающий или, можно сказать, лимитирующий фактор. Добавьте в почву фосфора, пускай его будет побольше, тогда вот эта дощечка будет выше. Урожайность у вас поднимется, но в какой-то момент будет ограничиваться уже азотом, потому что азот будет относительно остальных коротким. Видите, как это хитро работает? Таким образом, наиболее значимый тот фактор, которого, ну скажем так, меньше всего или недостаточно, то есть отклоняется от оптиума. Теперь третий закон. Закон толерантности или закон Шелфорда. Этот закон, ну немножко дополняет Либиха. Просто Либиха говорил, что самый значимый фактор, это тот, который недостает, то есть тот, который отклоняется от оптиума. Но Шелфорд говорит, что не только фактор, который в минимуме находится значимый, но и тот, который в максимуме. Бывает, когда слишком много фосфорной кислоты в почве, слишком много кальция или слишком много света, слишком высокая температура, это тоже мешает жить. То есть не только недостаток мешает жить, как в случае закона Либиха, но и максимум, избыток мешает жить, вот в случае закона Шелфорда. Это ровно тот же график, который у нас был в законе оптиума, но он более усложненный. Давайте мы его обсудим. Здесь у нас находятся критические точки, за пределами которых жизнь организма невозможна. Между критическими точками пределы выносливости, то есть это значение экологического фактора, при котором жить вообще-то можно. Вблизи критических точек зоны угнетения, это те значения факторов, при которых жить можно, но худо-бедно, то есть просто можно выживать. Чуть где-то в центре будет зона оптиума, где идеальная жизнь, можно не просто жить, выживать, но и спокойно расти, и еще и размножаться. Вот это важно. И вот между зоной оптиума и зоной угнетения есть маленькие зоны, где как бы жить можно и неплохо даже, можно расти, развиваться, но при этом размножаться тяжеловато. То есть идеальным считается то значение фактора, при котором можно спокойно размножаться, потому что размножение – это главная цель любого биологического организма, ну или биологической системы как таковой. Она должна самовоспроизводиться. Таким образом, закон толерантности Шелфорда дополняет закон Либиха. Идем дальше. Следующий закон уже, получается, четвертый по счету. Но это не совсем закон, это просто такой принцип интересный, или, можно сказать, правило, принцип Гауза, или принцип конкурентного исключения. Он очень просто звучит. Любые два близкородственных вида, которые занимают одну и ту же экологическую нишу, не могут жить в одном и том же месте. Что такое экологическая ниша? Это своего рода профессия организма, или его род деятельности, его такой образ жизни, то есть его хотелки, список его потребностей. Допустим, какой-то организм любит температуру от 15 градусов до 25. Это его предел выносливости по отношению к температуре. Параллельно этот же организм любит влажность атмосферы от 60 до 80. Не просто любит, а вот именно при такой влажности живет. То есть это его отношение к влажности, тоже вот его предел выносливости по влажности. А по освещенности, допустим, такой организм любит освещение там от 1000 до 2000 люменов. Ой, люменов, говорю, люксов. Люксом же, да, измеряется интенсивность освещения. И вот совокупность всех вот этих хотелок, всех вот этих пределов выносливости, и есть экологическая ниша. И любые два организма не могут одну и ту же нишу, любые две популяции, у которых одинаковые ниши, не могут жить в одном месте. Они всегда будут конкурировать. Примером тому служит популярный эксперимент с инфузориями. Вот два вида инфузорий, паромециум аурелия, паромециум каудатум. Мы видим, что если увеличивается численность вот этих аурелий, то численность каудатума падает, потому что они близкородственные, они жестко конкурируют и за питание, и за какие-нибудь окружающие вещества, там газы, вода, вот за все при все конкурируют. И что мы видим? Мы их помещаем в одну и ту же среду, они конкурируют и начинают, ну как-то расползаться. И в конечном счете приходит вот такой ситуации, когда один вид занимает одну область территории, другой вид другой область территории. Перекрываться они не могут. Ну, если бы можно было сказать, что волк и лиса занимают одну и ту же нишу, то мы бы четко сказали, что волк и лиса не могут жить в одном и том же лесу, раз у них ниши жестко пересекаются. Тем не менее, если учесть, что, допустим, волк не питается крысами, а лисы любят пообедать крысами, тогда уже ниши разные. То есть в нишу входит ваше питание, ваш образ жизни дневной или ночной, ваше место обитания в экосистеме. То есть вы любите в почве копаться, или на стволах деревьев жить, или на ветках деревьев, где вы там любите гулять, и так далее, и так далее. Ниша не только по отношению к животным, но и по отношению к растениям. Растения тоже, им нравится определенный уровень освещенности, определенная влажность атмосферы, влажность почвы, минеральный состав почвы, и так далее. Это тоже ниши. И вот мы в лесу можем четко заметить, что березы и сосны постоянно конкурируют, так как одну нишу занимают. Поэтому там, где доминируют березы, не могут доминировать сосны. И наоборот. Окей. Теперь идем дальше. Следующее правило, правило 10% линдемана. Тут все очень просто. Дело в том, что живые организмы разделяются на две категории. Те, которые сами себе производят необходимые вещества, мы их называем продуценты. Продуценты не нуждаются в убийстве или съедении кого-то. Они сами по себе живут. Это растения, это некоторые бактерии. Там растение под солнышком стоит, такой пацифист, значит, солнечный свет поглощает и фотосинтезирует. То есть создает какие-то вкусняшки, какие-то органические вещества для себя самого, любимого. А другие виды организмов по типу питания они будут гетеротрофы, то есть организмы, которые потребляют готовую органику, кого-то воруют. Это животные, это грибы, это некоторые виды бактерий. Вот они поедают растения, допустим. И из-за этого формируется пищевая цепочка. Что мы видим? У основания пищевой цепочки растения, продуценты, а ими уже питаются какие-нибудь травоядные животные, травоядные, хищные животные. Ими питаются более высокого уровня хищники, а ими питаются еще более высокого уровня хищники. И мы можем изобразить, сопоставляя вот эти вот уровни цепи питания, мы можем сделать, изобразить такую пирамиду. Интересно, что на вершине пирамиды на самом деле не хищники, а паразиты, потому что на вот этой птичке явно где-нибудь на ее, среди ее перьев бегают маленькие паразитики, которые ее там погрызают и питаются защитой нее. Поэтому вершина любой экологической пирамиды это всегда паразиты. А на паразитах есть свои паразиты, сверхпаразиты. И вот значит, в пищевой цепи каждый конкретный уровень называется трофическим уровнем. И ученые посчитали, что в среднем с одного уровня на последующий переходит только 10% энергии. Если учесть, что вся суммарная энергия растений это 100%, то к травоядным перейдет 10% от этих 100%. А хищникам от 10% еще 10% перейдет, это уже 1%, если вот по отношению к растениям считать. А дальше уже опять 10% перейдет, это 0,1% по отношению к растениям. И так далее. Тогда вопрос, куда деваются при каждом переходе ресурсов с одного уровня на другой, куда деваются остальные 90% энергии. Они рассеиваются в виде тепла или затрачиваются организмом на жизнедеятельность. Допустим, условно, кузнечик съел 100 грамм растения, из этих 100 граммов 90 граммов просто расщепятся, скаловыми массами выйдут с экскрементами, в виде тепла их энергия уйдет, то есть переварится там все. И только на 10% кузнечик реально потолстеет. Потому что только 10% усвоится этим кузнечиком. Остальное все улетело, убежало. Вот это и есть правило 10%. Зная это правило, можно четко посчитать, сколько энергии переходит с уровня на уровень. Давайте посчитаем. Если учесть, что на первом трофическом уровне, то есть на уровне растений энергии, ну допустим, 150 тысяч кило джоулей, то на более верхний уровень перейдет в сумме сколько, усвоится 15 тысяч кило джоулей, то есть 10%. Дальше у нас перейдет 1500 кило джоулей энергии, дальше 150 кило джоулей энергии, и бедовага вот этот то ли это орел, то ли сапсан, то ли беркут, не знаю. И он извлечет ну только там 15 кило джоулей энергии от всех этих растений. Видите, как интересно получилось. Отсюда прикладное значение. Как вы думаете, что выгоднее выращивать, корову или огород большой? Выгоднее выращивать растения, то есть заниматься растеневодством, потому что они бесплатно живут, солнышко поглотили, солнечный свет, углекислый газик, там водичку, и из этого сами себе варят органику. Но чтобы содержать корову, вам придется корову кормить сеном, то есть растениями кормить. То есть вы создаете тон, вы закупаете тонну сена, чтобы накормить своих коров, и эти ваши коровы только 10% от тонны сена усвоят и будут наращивать свою массу. Поэтому животноводство оно менее выгодно, чем растеневодство. А если вы допустим разводите не коров, а собак, то это еще более невыгодно, потому что собакам, чтобы питаться, нужно мясо, той же коровы условно, а ей, чтобы питаться, нужно нут сена. Видите как, чем выше трофический уровень, тем невыгоднее содержать данное животное. Опять же, эти трофические уровни переплетаются, то есть тот же, вот эта, та же хищная птица могла бы повакомиться лягушкой, ну, если прям захочет жабой. хорошо, это были основные законы, теперь, ну, более частные законы, применимые конкретным видам существ. Ну, и, собственно, давайте обсудим эти конкретные законы. Значит, правило Бермана, в чем его суть? Оно про температуру. Значит, говорится, что организмы, которые обитают в более холодном климате, будут иметь более крупные размеры, чем те, которые обитают в теплом климате. Почему? Дело в том, что размер тела определяет то, как много тепла организм будет генерировать. То есть, объем тела зависит, влияет на теплопродукцию. Чем ты крупнее, тем больше тепла ты генерируешь, в тебе много клеток. Чем больше клеток, тем больше тепла. А за отдачу тепла в окружающую среду будет отвечать поверхность тела. Вот чем больше поверхность тела, тем больше теплопотери будут происходить. Правило Бермана, оно про объем. Примером может служить пингвины. Допустим, императорские пингвины большие, в холодном климате живут, там в сторону Антарктиды. Галапагосские пингвины живут где-то между Северной и Южной Америкой, в Галапагосских островах, и их размер будет меньше. А что им в тепле живут? То же самое тигр, сибирский тигр в холоде живет, он будет крупнее по объему. Бенгальские тигры, то есть индийские, будет меньше. Вот и правило Бермана. А правило Алина, оно похоже на Бермана, но если Берман про объем, то Алин про поверхность тела. Значит, о чем правило Алина? Животные, которые живут в более холодном климате, будут иметь меньшую площадь поверхности, то есть меньше вот этих выступающих частей тела, более маленький носик, маленькие ушки, маленькие ножки, хвостики. Потому что чем больше ваши уши, чем более вытянуты ваш нос, лапки, хвосты, тем больше вы тепла будете терять. И что мы получаем? Допустим, фенек, в жарком климате живет такой лисенок, большими ушками. Зверополис мультик смотрели, там был такой фенек. А лиса, которые где-нибудь в Сибири живет, где-нибудь в холодном климате, или песец там вообще в сторону тундра живет, у них, смотрите, ушки уже поменьше будут. Зайцами хороший пример, вот это, или это кролики, что мы видим? Длинные лапы, длинные уши, хвост, это у того, кто в горячем климате живет, ну, в теплом климате. В холодном климате будет такой более шарообразный. А теперь давайте соединим правила Алина и Бергмана. И тогда у нас получится, что в холодном климате живут вот такие вот шарообразные организмы, то есть они крупные и при этом меньше у них выпуклости. А в жарком климате будут жить маленькие организмы по правилу Бергмана, но из-за правила Алина у них будут там длинные ушки, длинный носик, хвост длинный, там лапки длинные, вот такой вот организм будет жить. Это так, схематично если вбразить. А вот в холоде будут короткие ножки, короткий хвостик, короткий носик, короткие ушки. Ну, надеюсь, вот так понятно будет. Пожалуйста, соединили правила Алина и Бермана вместе. Обратите внимание, что правила Алина и Бермана не работают для почвенных животных, потому что, ну, камон, если ты живешь в почве, там стабильнее температура круглый год, зимой и летом, никакой закономерности вы замечать не будете. Сравните крота, который живет в тайге, сравните крота, который живет где-нибудь в сторону Африки, ну, сильно-то они не будут отличаться ни по объему, ни по форме тела. Теперь, правила Голгера очень интересные, очень простое. Окраска животных в холодном климате, в холодном сухом, она будет такая более светлая. Окраска животных в жарком климате, где прям прямые ультрафиолеты лучи падают, будет более темные. Это можно по расам человеческим наблюдать, да, негроидная раса темненькая, европеоидная раса светленькая. Вот здесь тоже на примере животных можно это заметить. С чем это связано? Из-за того, что животное белое, вот где-нибудь в холодном климате, многие говорят, что вот, ну, белое, потому что сливаешься с светом снега. Ладно, хорошо работает, но правила Голгера, оно больше нацелено на ультрафиолет и тепло. Дело в том, что если, допустим, тоже медведь белого цвета, то падающие на него лучи будут вот так рассеиваться по коже, и эти лучи будут использоваться для синтеза витамина D, то есть это все вот отталкиваться от витамина D. Плюс это еще и нагрев будет идти лучше. Животные, которые в жарком климате живут, на них ультрафиолет и лучи активно падают, чтобы, как бы, ну, в кавычках не сожечь кожу, нужно как-то этот ультрафиолет блокировать, за блокировку будет отвечать пигмент меланин. Да? Он защищать будет от избытка ультрафиолета, чтобы не было избытка витамина D в том числе. то есть темная окраска это в первую очередь защита от избытка ультрафиолета. Окей. Ну, конечно же, сюда и температурный фактор влияет, сюда и как бы этот покровительственная окраска, чтобы быть незаметным на фоне снега, еще на фоне там темной коры, каких-нибудь деревьев и так далее. Мы уже подходим к концу. Правило Уоллеса. О чем оно говорит? Тут все очень просто. Если мы будем двигаться с севера на юг, то есть в сторону экватора, то видовое разнообразие организмов будет увеличиваться. То есть где-нибудь в субэкваториальных территориях очень высокое разнообразие видов. Вот тропические леса Южной Америки, там Бразилии, тропические леса и различные там мангровые леса в Азии. Это получается здесь Малайзия, да, находится. Здесь будет самое высокое разнообразие организмов. Чем если бы там в той же тундре. Потому что тепло, потому что влажно. Чем теплее и влажнее, тем больше разнообразие. Тропические леса невероятно богатые. Один квадратный метр тропического леса уже может содержать чуть ли не тысячи видов организмов. Если учесть всех грибов, микроскопических всяких насекомых, там даже маленькие такие лягушата, с размером ногти, мизинца прыгают, бегают. Поэтому вырубка тропических лесов кардинально, просто опасно. Вот если вырубать леса, где-нибудь в тайге, вы разнообразие сильно не будете убивать. Но если вырубать леса в тропиках, но это по разнообразию ударит. Дальше правило Тинемана, оно с Волисом немножко связано. Чем больше видовое разнообразие в экосистеме, какой-то там, в лесочке, тем меньше численность этих видов. Просто народу полно, уже и мест, территория-то не резиновая, пища, ресурсы не резиновые, поэтому да, разнообразие высок, но будете все бедные в численности. Но если наоборот в какой-то экосистеме бедные разнообразие, то каждого конкретного вида будет больше по численности. Поняли правило какое? Интересно. Вот бывает бедные экосистемы, знаете, вот, кстати, человеческие экосистемы довольно бедные, вот агроцинозом их называем, какое-нибудь пшеничное поле. Там низкое видовое разнообразие, зато посмотрите, сколько пшеницы растет. И очень часто в таких бедных экосистемах может быть даже очень мощные вспышки какого-то вида. В том же пшеничном поле может произойти вспышка насекомых-вредителей. Или вот лемминги, да, в тундре. В тундре же низкое видовое разнообразие. По правилу Уоллеса в севере, да, тундра это вот Канада, Россия, низкое видовое разнообразие. Зато из-за этого численность тех же леммингов возросла в десятки раз. Вот тоже насекомые-вредители всякие бабочки, гусеницы. Ну, все, 10 правил мы с вами обсудили. Довольно простые. Давайте потренируемся на тестовых базированных заданиях ЕГЭ. Также это может прийти в задание второй части. Поехали. Перед вами какие-то кролики. Мы видим кролика пустыни, кролика тундры. И сразу обращаем внимание на ушки, на носик. У пустынных ушки вытянутые, носик вытянутый. У тех, кто из тундры все поменьше. Значит, это правило Алина, которое гласит, что в холодном климате площадь поверхности животного будет меньше, чем в жарком климате. Поэтому сразу смело из списка элементов выбираю правило Алина. Цифра 6. Теперь, о чем это правило Алина? Давайте сформулируем. В более холодном климате животное имеет меньшие размеры выступающих частей тела. Да, вполне себе подходит. Теперь пример. Так. Ну вот, пожалуйста, фенек и обыкновенные леса. Давайте я вам напомню. Фенек. Вот такой, вот такой миленький животный. Видим? Ой, вот оно, миленький лисенок. Так, окей. Какие еще тут примеры? Обитающие в условиях теплого климата животные окрашены ярче. Но это уже про Олиса правило. Ой, Олиса, говорю, у этого Глогера. Вот он, Глогера. Здесь даже пример есть Глогера. Дальше. Правила Алина, Берман. Давайте сравним, установим, соответственно, на примерах. Белые медведи имеют большую массу. речь идет про объем массы, это всегда Бергман. Смело ставим цифру 2. Императорские пингвины, обитающие в Антарктиде, крупные. Опять речь идет про объем массы, это Бергман. Экосистема имеет относительно, ой, экосистема, говорю, эскимосы, да, это народы тундре, эскимосы, ханты, манси, чукчи там, наверное, живут. Они все такие получаются как будто миниатюрные, у них укороченная длина конечностей, потому что меньше тепла они так выделяют. То есть правила Алина, Бермана и к человеку тоже работает. Ну, Бермана не очень-то сильно, Алина больше. Ну, если речь идет про короткие конечности, это Алин. Дальше. Длина тела горностаев заметно больше, чем из Южной Европы. Ну, длина тела здесь подразумевается размеры, это Бергман. У писца длина мордочки, ну, тут про мордочку, меньше, чем у пустынного фенька, это правила Алина. Арктический беляк, обитающий в Гренландии, имеет более короткие уши, здесь тоже про Алина. Вот пункт Г здесь про тело в целом, ребята, здесь не про носик ушки, поэтому мы Бергмана выбрали. Следующее задание напоследок это расчеты про трофические уровни. Помните, правила 10% с каждого уровня на последующие 10% переходят. Нам говорится, на третий трофический уровень перешло 5000 килл энергии. Определите величину энергии, поступающей на первый трофический уровень. То есть если на третьем уровне 5000, то значит на втором уровне мы наоборот спускаемся на 10% больше, это 50000, а на первом еще на 10% больше, это 500000. Ответ 500000. Дальше на второй уровень поступило 27500 килл энергии, укажите величину энергии, поступающей на четвертый уровень. На третий уровень перейдет на 10% меньше, нолик убрали, и на четвертый еще на 10% меньше, еще один нолик убрали, остается 275. Так, ну напоследок первичная годовая продукция, то есть первичная годовая продукция, это то, что производится растениями, продуцентами, составляет 455000 килл энергии, укажите величину энергии, поступающей на четвертый уровень, ну если первый уровень 455000, значит на втором уровне 45500, на третьем уровне 4550, и уже на четвертом уровне 10% убираем, остается 455 килл энергии, мало конечно, но что бы нет, на этом у меня все, видите как мы за полчаса все 10 экологических законов прошли, примеры привели, так еще и практикой все закрепили, с вами был Нурван, NeoFamily, мы с вами еще увидимся на последующих занятиях, всем спасибо, всем пока, учите экологию, евристику.